Евгений Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Владимирович, наверняка вы в курсе, сколько на сегодня в Гомельской области людей проживает глухих, слабослышащих, и вот сколько из них на сегодня являются членами вашей организации? Значит, Гомельская областная организация, общественное объединение Белорусского общества глухих, насчитывает на сегодня 1754 человека. Значит, наше представительство есть, кроме Гомеля, есть в Речице, есть в Мозере. Значит, Гомельская областная организация охватывает практически все районы Гомельской области. Ну вот каким образом помогаете этим людям, как их поддерживаете? Это, можно сказать, приведение профориентационной работы среди выпускников, школ, спецшкол, который с недостатком слуха ведет работу с их родителями, чтобы определиться с будущей профессией этих детей. Затем мы формируем группы в колледже, в частности машиностроительном колледже, в лисеях, где преподавание ведется через турдопереводчика. Затем мы оказываем помощь в судах, в милиции, в материальных конторах, в БТИ и в различных государственных учреждениях. Евгений Владимирович, ну вот чтобы такие люди жили полноценной жизнью, понятно, нужно для них создавать определенные условия. Вот в этом плане какие вопросы до сих пор остаются нерешенными? Может быть, что-то требует особого внимания? В этом году мы столкнулись с очень большой проблемой трудоустройства. Значит, согласно закону, на всех предприятиях должны быть зарезервированы до 5% рабочих мест для инвалидов. Но не все предприятия берут инвалидов. Возникает вопрос, как-то надо этот вопрос решать. Если слабослышащий, он может позвонить сам, любое там учреждение, вызвать там экстренную службу, то глухонемой, глухой, он не может это сделать. За границей создаются такие центры, куда любой глухой с помощью скайпа, вайбера, чата или смс-сообщения сообщает в этот центр о своей проблеме. Поэтому он связывается с турдопереводчиком, который сидит в центре, и этот турдопереводчик решает его вопросы. Звонит в экстренные службы и знакомит с результатами этих разговоров с обратившимся. Вот такая проблема у нас есть. Это что, проблема заключается, надо компьютерная техника, надо ввести штат, штат примерно на 4 переводчика, которые могут дежурить круглотудочно или в другом каком-то режиме. Ну или хотя бы смс-связь, правда? Чтобы была хотя бы смс-связь между такими людьми. Хорошо. А вот, возможно, сейчас у своих телекранов сидят люди, которые еще не обращались в нашу организацию. Но вот, может быть, сейчас у них как раз-таки возникло такое желание. Вот сообщите, как с вами связаться, как к вам обратиться, может, какие-то координации озвучите? Пусть они подают заявление, приходят к нам на улицу Гагарина, 57, здесь наш офис. Мы примем заявление, значит, чтобы быть принятым в общество, надо, чтобы человеку было 16 лет, была инвалидность по слуху, или если у него нет инвалидности, но он принимает активное участие в обществе глухих, мы тоже можем рассмотреть его заявление. Евгений Владимирович, ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. И вам большое спасибо, что пришли к нам. Мы смогли с помощью вашей поднять наши проблемы. Конечно, мы поздравляем всех наших людей с праздником. Желаем им в любой ситуации не терять силы духа, счастья, здоровья, всяческих благ.